здравствуйте дорогие мои подписчики сегодня я хочу поговорить о поляках так как я живу в польше и мне очень захотелось вам рассказать они и мы какая между нами разница или мы и они тоже какая между нами разница разница на первый взгляд вроде бы никакой но если здесь пожить между ними и окунуться в их жизнь то мы очень-очень отличаемся от них и они от нас я не могу себе до конца объяснить почему так или это наш менталитет или это наше воспитание или это их менталитет и их воспитание их культура можно начать от нашей границы я была на многих границах польши не на всех конечно но была в барвинку на границе там и слова ция и потом после слова ции венгрия была в раве русской почти каждый год и на год по два раза было в дорогу ску в ягодине было в шигине на медице потом еще было в зосине это тоже со стороны там волыни потом еще краковцы было это новая таможня в краковце такая современная можно так сказать возьмем самое больше самое я была на границе дорогу со стороны ковеля приезжаем мы на границу я извиняюсь за мой французский язык все засраты заправка перед границей перед нашей оплевано все семечками какими-то там бумажками всеми обертками с конфетками кульками все это там вижу ходят убирают но уборки этой не видать дальше едем переезжаем нашу границу начинается мост половина моста нашего половина моста и их него наш заплеванный семечками валяется бумажки доезжаешь до шлагбаума до их него выходит там пограничник заезжаешь чистота идеальная нигде ничего вот так как вроде бы рукой махнул и ничего нету я много раз задавала себе вопрос почему так это же не очень далеко это вообще вот она вот рядом одно блестит другое потопает у нас всех кто стоит в очереди буквально все все плюют семечки поляки семечек не плюют нигде у них продаются семечки в магазинах тоже в них не так обильно как у нас но все равно у них есть продажи семечки они этого не плюют у меня был конечно такой не печальный но неприятный случай я себе такая сижу в машине плюю семечки подъехали на границу собирают паспорта просят выйти с этого а я ж тут на коленях разложила и плю эх пограничник этот но у них они называют пограничник по нашему не таможенника пограничник который собирает документы боже как он психанул вы понимаете он вообще мне так стало неудобно и все мне муж там пообъяснил что это куда это годится сидеть и плевать семечки это было по первых я говорю так а что у вас нету семечек или что но нету нету этого нельзя делать там понимаете этого нельзя это первое конечно может быть кто был больше сейчас мне скажут что да там то сюда есть все но я в общем говорю вот даже такой простой туалет ой извиняюсь простой такой пример я хочу туалет едем на дороге только ресторан я говорю я хочу туалет муж мне говорит сейчас заедем ресторан и там пойдешь сходишь туалет я говорю ты шо а как я скажу туалет если мы не не пойдем ресторан он говорит просто ну ладно я сижу заезжаем я захожу в ресторан обыкновенно иду туалет никто мне не говорит куда я иду зачем я иду все нормально на границе наш туалет и их туалет небо и земля вот почему так думаю ну почему вот это у меня постоянно грядет почему так последний случай я не у меня очень много случаев где я где мне раскрыли глаза и показали рассказали и как и это и чё во первых вот смотрите у нас вот поезде там в электричке у нас все едят почему-то они нет вот на вокзале они никогда я не видела чтобы они сидели и ели вот так как мы мы что-то едим понимаете постоянно ну ладно это мелочи закончился у меня паспорт поехала я посольство чтобы оформить паспорт людей там не было это электронная очередь кто там зарегистрировался так четыре раза вышел посол и сказал пожалуйста если больше четыре человека ожидайте на улице четыре раза нет это вообще нет понимаете было чисто в этом коридорчик небольшой коридорчик стол там вот это же где можно написать все где-то буквально через три часа уже на полу валялись этим файлыки целохвановые валялись какие-то бумажки какой-то талончик у них этого нет пошла на почту платить консульский сбор боже да все через пожалуйста да с улыбочкой да вот да вот тут напишите вот тут распишитесь все спокойно как вроде бы я пришла к родной матери все не чистенькие все в этой форме все такие приятные вот тут про шипа не вот туда вот тут а тут треба написать то все возвращаясь посольство возвращаясь посольство я на украине мы не надо тики испытать я только тики то тики все это не в никогда не никогда не они если там кому они там через пожалуйста можно пожалуйста я там что-то у нас не они стоят тихонько не возмущается ничего я бы думаю ну почему так вот почему так или они дорожат своей работой или они так они действительно везде понимаете может быть там у них но не знаю я не могу себе ответить на этот вопрос говорят что ну там их может шкаление ценных учат их что надо значит так и все идем на почту опять высылаю посылку напишет вот тут а вот тут вот вот тут надо вот тут а то а то потому что без этого не это не то что вы не написали иди вот как у нас это стоит очередь нормально стоит очередь но никто никуда никто не дергается вот тут сейчас я поищу если ты не можешь поищать поискать понимаете там нету этой грубости вот почему я вот задаю себе вопрос почему я сотни раз здесь столкнулась а за свою двадцатилетнюю жизнь тут сто раз мне нигде никто никогда не нагрубил не сказал что как у нас на вы знаете что у нас могут сказать никогда там не знаю довольны и недовольны но все спокойно все без никаких там криков недовольствий у нас же все наоборот вот я на минуточку буквально на полтора часа окунулась опять побывала дома не надо далеко ехать иди посольство и все и будешь дома и целую дорогу думала думаю ночью они так ну вот почему они так все прошло спасибо это на каждом шагу спасибо мне когда-то это так вообще вот понимаете я просто не могла вот вот автобус рейсовый автобус этот который по городу ходит у нас маршрутки в них автобусы них маршрутки не ходят по городу они ходят троллейбусы и автобусы между городами конечно между там этими bus ездит заходят в автобус день добрый или добрый вечер потом достают кошелек потом они платят если кто не это думаю боже так она мы доедем автобус минуточка в минуточку никто не толкается не пихается никто не 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 ну конечно у них я например на вокзале или где там у них нету с этими как мы мы постоянно с такими-то сумками торбами не знаю с какими и вот такое вот еду с посольства и думаю ну почему так ну почему но все у нас как-то шиворот на выворот но почему но это ж такое простое вроде бы кажется у меня был на украине случай такой я ссылала письмо заказное и написала там где адрес куда мне надо письмо вышла я написала свой адрес она меня приняла его на почте ничего мне не сказала ничего может быть она не читала может быть оно ей не надо конечно тоже я высылаю зачем ей это надо наложенным платежом я по-моему высылали в общем какое-то письмо что платила за него деньги через некоторое время меня там говорят там письмо пришло тебе какое-то думаю какое письмо пошла домой никто меня не принес пошла домой к почтальону забрала это письмо смотрю там адрес написанный мой я ей на почте говорю лена это самая она ты откуда я знаю сожвы писал и вот и все понимаете ну я не говорю что там моя конечно 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 я раз взяла я же неправильно написала вот такое вот девочки дело дело такое не дела а дело такое вот на эту тему я хотела с вами поговорить давайте подискутируем почему так как вы видите этот вопрос может быть я неправильно вижу его может мне кажется что-то до свидания подписывайтесь ставьте лайки с вами была украинская полячка